Проект, который называется «Снежный контроль», он зародился еще на прошлом хакатоне открытых данных в начале марта. Остальную часть команды мы тогда собрали и провели такую пилотную сессию и наценили, в принципе, наш проект на успех. И надеюсь, в рамках этого хакатона мы достигнем этого успеха. Собственно, проблема какая? Проблема в том, что у нас каждый год случается зима. Как всегда, она очень неожиданна для чиновников, ожидаема для жителей города. Информационные технологии не стоят на месте. Оказывается, у нас вся уборочная техника уже оборудована GPS-датчиками, датчиками работы ковшей уборочной техники и так далее. Данных много, все здорово. Единственное, что за многие годы смогла сделать администрация города, это сделать сайт, на который можно зайти и на карте просто посмотреть, как движутся квадратики на карте. Ни о чем это не говорит, а данные очень интересные и полезные. Собственно, мы решили, что мы можем собирать эти данные, их анализировать и что-то понимать. Что понимать? Насколько действительно качественно проводится уборка, где она действительно проводится, как часто и так далее. Собственно, это те самые задачи, которые решить может наш сервис, который будет собирать эти данные и анализировать. Собственно, мы решили, что проект наш ориентирован на две такие категории. Во-первых, это на население, то есть жители, которые хотят понять, что у нас там с уборкой. Огромные деньги на это уходят. Как мы с вами многие сталкиваемся, качество уборки вызывает вопросы очень часто. С другой стороны, есть администрация города, которая платит довольно солидные деньги разным компаниям, которые занимаются уборкой. Насколько эффективно эти деньги используются, не очень понятно. Мы сейчас берем за скобки вопросы каких-то связей администрации и компаний, которые занимаются уборкой, их совместной заинтересованности в чем-то. Тем не менее, мы можем предлагать решение, которое позволит контролировать и исполнение этой работы. Собственно, как я уже сказал, целевая аудитория – это, в принципе, все, кто хотят, чтобы город был чистый, благоустроенный. То бишь, в шаблоне была персона, вот персона – это вы. Любой из вас, наверняка здравомыслящий человек, хочет, чтобы все было чисто и убрано. Соответственно, какие ресурсы у нас есть? Мы запустили в рамках прошлой сессии Хакатона в начале марта сбор данных с этого портала, где реал-тайм отображается техника. И за этот неполный месяц март мы собрали порядка 4 гигабайта, даже больше, сырых данных о том, какая там единица уборочной техники, в какой момент времени, где ездила. В этих данных довольно много хаоса, телепортация техники, идущие вспять время. Это надо все разбирать, поэтому нам очень пригодятся аналитики данных, программисты, которые помогут, возможно, нам копаться в этих данных. Собственно, вот фотография с прошлого Хакатона. Это часть нашей команды. К нам сейчас присоединилась Кристина Барышева. Его сегодня нет, но завтра-послезавтра будет она участвовать также. Она дизайнер, будет нам помогать, наверное, красиво это все оформлять. Ну, вот, как я сказал, мы приглашаем аналитиков данных к нам в команду, чтобы копаться в этих замечательных данных. Спасибо большое. Кто хочет в следующем, выходите, не стесняйтесь. Какой у вас проект? Женщина-тирма общества. Можно же прям с сайта вы ее открыли? А я сама могу достать? Да, у нас проект называется... Наш проект вообще «Женщина-тирма общества». Мы занимаемся защитой прав женщин и заключенных, связанных с местами предметов содержания. То есть цель проекта показать о такой группе, с чем сталкиваются дети, за право быть с матерью. И вот мы как раз хотим создать карту, которая будет показывать, что ребенок идет с матерью, иногда за 2000 км от дома, и какие регионы привязаны всего в 13 домам ребенка, в которых могут содержаться женщины с детьми. Давай. Что мы уже сделали? Уже собрана часть данных. То есть мы посмотрели, где находятся дома ребенка и какие регионы привязаны. Нам бы хотелось поработать также с расстояниями, то есть пока собрать данные по пути, которые вынуждены преодолевать матч, чтобы увидеться со своим ребенком, стоимость этой дороги и отобразить все это на интерактивной карте. Нам нужны дизайнеры, человек, который умеет делать интерактивные карты и поможет нам эти данные представить в правильном формате для того, чтобы можно было с ними дальше работать. Ну, как бы эксперт у нас не имеет. Вот. В принципе, частично все это собрано. Все, что мы сделали, есть в формате Excel, и там можно посмотреть документы, связанные с этой темой. У нас по этому проекту уже собрана истории женщин, которые рожали в тюрьмах. То есть это не будет интерактивная карта, как самостоятельный проект, но она будет как спутник большой работы, эмоциональной истории о том, с какими нарушениями сталкиваются женщины, которые беременеют и рожают в исправительной системе России. Вот. Хотелось бы показать при помощи этой карты не только конкретные истории, но и масштаб проблемы. Все. Да, я хотел бы еще добавить, что мы планируем в мае запустить как раз большой проект, и основная цель наша, и эта карта будет помогать этому тоже. Мы хотим, чтобы со временем женщины, которые совершают преступления, там, средней тяжести или легкие преступления, чтобы они вообще не сидели с детьми, потому что все экономические показатели и показатели расстояний, и нарушения, которые происходят в тюрьмах, они говорят о том, что вполне можно такие женщины отпускать, и мировой опыт говорит. И поэтому, ну так как чиновники любят факты, любят какие-то картинки, и в том числе, мы надеемся, что эта карта будет важна и для людей, для людей, принимающих решения, по крайней мере. Есть очень неудобный сайт СИН, где очень все, сложно найти информацию. И мы хотим, чтобы балток наглядно, красиво и доступно объяснялся. Спасибо. Кто хочет следующий? Добрый вечер. Меня зовут Ксения Гаврикова. Сегодня я вам представлю целых два проекта, и оба посвящены экологической тематике. Первый проект — это школьные станции мониторинга качества воздуха. Собственно, какая проблема есть? Все мы знаем, да, что Питер — многомиллионный город, и качество воздуха оставляет желать лучшего. В Петербурге есть государственная система мониторинга, которая... вы понимаете, вы понимаете, что 25 датчиков, которые в разных районах города, которые постоянно показывают превышение предельно допустимых концентраций по различным показателям, для большого города это мало. То есть, если вы сидите там, не сидите, живете в своем дворе, вы не знаете, чем вы дышите, потому что, допустим, единственный датчик, который покрывает ваш район, находится там в нескольких километрах от вашего дома. Ну и, собственно, идея была такая, чтобы школы, которые находятся в Петербурге, могли разместить датчик и за ним следить. То есть, снимать все показания и выкладывать эти показания на какой-то ресурс, сайт или приложение. Соответственно, на кого ориентирован проект? На любого пользователя. Ничего, кроме идей. Поэтому необходимые датчики, которые бы... Есть примеры в городе Челябинске, когда люди разработали датчик, он неофициальный, но он производит замеры по трём или четырём показателям. И стоит, соответственно, не очень дорого. То есть, это всё реально сделать. Соответственно, нужен программист, который сможет свести датчик и организовать передачу данных на какой-либо носитель, на сайт, например, чтобы это было наглядно и понятно для любого пользователя, который не специалист в этой теме. Ну и, соответственно, учителя и школьники, которые бы осуществляли эти замеры и следили за показаниями системы. Ну, опять же, пока это только идея. Кто я? Как я уже сказал, меня зовут Ксения. И у нас школьные проекты это некоммерческая инициатива, которая занимается гражданским образованием и правовым просвещением. И у нас есть сеть школ, с которыми мы сотрудничаем, порядка 60 школ. То есть, со своей стороны я могу найти школьников, которые будут это делать. Вот. Это первый проект. Второй проект просвещен проблеме микропластика. Идею этого проекта предложила не я, а Дарья Мытрова, которая работает в организации «Друзья Балтики». Собственно, думаю, часть из вас в курсе проблеме микропластика это мельчайшие частицы, которые поступают из всевозможных источников, которые не видны, их можно обнаружить только увидеть в микроскопе, и которые не разлагаются и наносят ужасный вред всему живому, что в море, а, соответственно, в конце концов, у человека просто действуя, как я. Немного статистики. Проблема в том, что довольно большой процент микропластика попадает из косметических средств и средств бытовой химии. Если вы возьмете у себя дома любой тюбик, возможно, вы встретите там какие-то составляющие, которые содержат такие слова, как полимер или акрилат или что-то такое, и все это искусственная производная микропластика. Проблема в том, что он не разлагается, и, соответственно, наша цель исключить средства, в которых есть такие вещества. идея была в том, чтобы создать или доработать, перевести на русский язык приложение, которое бы отслеживало наличие микропластика в средствах косметики или в средствах бытовой химии. Есть иностранное приложение, оно называется Bit the Macrobit. люди могут занести информацию о косметическом средстве или о средствах бытовой химии в это приложение, если они увидят, что в составе этого средства есть микропластик. Соответственно, эти данные анализируются потом и создается большой список. В результате работы этого приложения использование микропластика было запрещено в ряде стран. Использование микропластика в косметике, в США и в других. Наша глобальная цель сделать то же самое, запретить использование микропластика в косметических средствах и средствах бытовой химии в России. Основная аудитория, скорее всего, это женщины 20-40 лет, которые ведут эколого-ориентированный образ жизни, не следят за тем, что они потребляют, соответственно, читают состав косметики или бытовой химии. И какие ресурсы требуются. Соответственно, есть два варианта. Либо мы переводим и как-то оптимизируем для использования в России то приложение, которое уже есть, вот это Bit the Microbit, либо мы делаем какое-то новое, например, которое не требует участия пользователя, которое само может каким-то образом извлекать данные из открытых источников по составу различных средств косметики и бытовой химии. Что уже сделано? Есть база косметических средств, которые произведены в России, которые делал как раз Друзья Балтики, которые можно использовать. Кто я? Собственно, я этой темы касаюсь потому, что 2016 года я веду проект про морской мусор, куда входят также проблемы микропластика. Кто готов? Следующий? Добрый день, коллеги! Меня зовут Алексей Лахов. Я представляю Благодарительный фонд «Гуманитарные действия» и назвал сегодняшний наш проект «Карта наркосцены Санкт-Петербурга», но не ограничиваясь только наркосценой, она будет включать в себя как можно больше данных, связанных с употреблением наркотиков, с распространенностью наркотиков и с другими параметрами. И какая у нас решаемая проблема? Мы считаем, что в широком доступе отсутствует актуальная и достоверная информация о том, что в настоящее время происходит с наркопотреблением, с наркопреступностью, с распространенностью наркотиков в городе Санкт-Петербург. И мы также считаем, что отсутствие этой достоверной актуальной информации зачастую мешает людям обращаться за помощью, получать эту помощь и в том числе жертвовать деньги таким организациям, как наша. То есть, наш проект носит вполне прикладной характер. Мы хотим с его помощью не только информировать, но еще и собирать средства на нашу деятельность. Ну, собственно говоря, прошу прощения, что я написал так мелко, но какое решение мы видим для того, чтобы как-то этот проект подвинуть, скажем так. Он, во-первых, ориентирован на наших потенциальных жертвователей, потенциальных доноров. И также он ориентирован на подседников, друзей и близких получателей наших услуг. То есть, это не сами наши клиенты, те люди, которые обращаются за помощью в связи со своей наркотической зависимостью. Это их окружение, это те люди, которые так или иначе регулярно с ними сталкиваются. То есть, это могут быть сверстники, это могут быть сослуживцы, это могут быть родственники. И целевая аудитория, это мужчины и женщины в возрасте от 21 до 45 лет, это те люди, которые активно пользуются интернетом, в частности, социальными сетями и мессенджерами, это те люди, которые, как я уже сказал, имеют в своем окружении людей, употребляющих наркотики, либо так или иначе сталкиваются с ними в своей повседневной жизни. Ну и, конечно, здесь мы опять же говорим о том, что в основном широкая общественность, она осведомлена о каких-то силовых методах профилактики наркомании. Допустим, вот такой акции, как сообщить, где торгуют смертью, которая широко рекламировалась на телевидении или на других местах. Но при этом дальше этого, к сожалению, информация не шла. То есть, хорошо, я сообщил, где торгуют смертью, а что если тот, кто торгует смертью, это мой сын, это мой ребенок, то есть, где я могу получить для него помощь. Об этом, к сожалению, информации крайне мало. И мы надеемся, что наш проект частично позволит восполнить этот пробел. И какие ресурсы нам требуются, требовались скорее, потому что я написал социолог, у нас, к счастью, уже в команде появился социолог, и это разработчик или дизайнер. То есть, мы хотим визуализировать эти данные, представить их в виде интерактивной карты, тоже не будем здесь оригинальными, но на наш взгляд это то, что позволяет донести информацию максимально емко, максимально наглядно, скажем так. И надеемся, что удастся эту карту прекратить, прикрутить к платформе вроде Тильда или вот, то, что сделала Теплица Кандинский, и сделать, поведить людей совершать определенные действия, да, нажать на кнопки и, допустим, сообщить, где торгуют смертью, узнать, где получить помощь и сделать пожертвования конкретно нашему фонду или другим организациям, которые работают в этой сфере. Что уже сделано? Мы благодарим коллег из организации Инфометра, они помогли нам составить запросы, которые мы отправили в районные суды и в руку в прокуратуру Санкт-Петербурга. К сожалению, ответы оттуда шли месяц и они оказались не теми, на которые мы рассчитывали. Вот, и об этом, наверное, тоже имеет смысл поговорить в рамках Хакатона. Но зато мы получили данные полные по мониторинам наркоситуации с антинаркотической комиссией Санкт-Петербурга. У нас найден социолог, это Александра Макеева, которая тоже привела с собой нескольких ребят, которые, надеюсь, тоже нам помогут. Мы делили переговоры с Серафимом Романовым, который, это шеф-редактор сайта «Новая газета», который, мы надеемся, поможет нам обмечь этот проект в хорошую литературную форму. И кто мы? Мы благотворительные фундаментарные действия. Мы с 2001 года работаем с самыми, скажем так, с одними из самых тяжелых категорий населения. Это уличные секс-работницы, это уличные наркопотребители, которые, к сожалению, в большинстве случаев не хотят обращаться за наркологической помощью. И мы реализуем с программой снижения вреда для таких людей. То есть мы помогаем им употреблять наркотики, скажем так, безопасно. И при этом мы охраняем улицы нашего города от грязных шприцов и от каких-то других проблем, связанных с наркопотреблением. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не очень дружу с техникой. Вот это, чтобы листать. Здравствуйте. Меня зовут Зинаида Бодановская. Здравствуйте. Меня зовут Зинаида Бодановская. Я представляю организацию Азария Матери против наркотиков. На самом деле я решила также назвать этот проект, потому что долго мучилась. Как же называть? Если бы называться я могла на эту тему таким языком очень много потом я стала придумывать так называть наукой наркотики человек. Я поняла, что это подпакивает пропагандой. В общем, я стала думать про близких наркозависимых. В общем, пришла к выводу, что ничего лучшее, что придумали матери тех детей, которые стали наркозависимыми, наверное, придумать нельзя. Очень емко. Это реально матери, которая остается фактически один на один против наркотиков. Потому что до сих пор те, кто обращаются в нашу организацию за помощью, несмотря на то, что у нас очень широкий спектр услуг, это 90% матери, у которых дети наркозависимые. С очень разным стажем и, скажем так, который зависит от разных веществ, потому что наркозависимые постоянно меняются. Так, я такими совсем простыми словами все сформулировала как раз потому, что я очень хочу уйти от аналитики, потому что я в свое время много с ней работала и пришла к выводу, что, наверное, это все-таки немножко не тот язык, который влияет на общество в целом. А на что я, собственно, хочу повлиять, я начинала с подростков или, например, можно говорить много о том, что действительно наркопотребителей сажают в тюрьмы на очень большие сроки, шансов у таких людей, там история совершенно ужасная, как вы понимаете, по выходу их не прибавляется, так же, как и в семье, которая все это тащит на себе и, в общем-то, переживает вместе с ребятами. И, собственно, какую проблему я хочу решить? Я хочу повлиять на очень злое, порой жестокое, осуждающее отношение общества к наркозависимым и их близким. Собственно, следствие этого является достаточно репрессивная политика в нашем государстве в отношении этих людей. Значит, я хочу сориентировать этот проект на обычных людей, которым просто можно будет показать, как кажущиеся понятными плохие люди, да, в кавычках, вдруг открываются, да, и показывают себя с другой стороны, может быть, более сложным поведением, более терпеливые, и некоторые, которые по итогу, да, которые работают над собой очень много, оказываются более успешными, чем можно было бы подумать, и вообще более успешными по сравнению даже с теми, кто, скажем, с этой проблемой не соприкасался. То есть попросту хочется, чтобы одни обычные люди увидели других обычных людей, потому что есть, конечно, распространенное мнение, что, скажем так, как у нас вот соосновательница, одна из матерей рассказывала, что на одной из конференций еще в 90-х к ней подошел представитель силовых структур, который сказал, что таких матерей, как она, надо просто расстреливать, потому что ее сын наркозависимый, на что она ответила, какую половину будете расстреливать, правую или левую, потому что второй сын предприниматель. То есть, конечно, дисфункция наблюдается, нормальных семей вы вряд ли вообще в норме, да, их не очень много. Значит, целевая аудитория обычные люди, основные параметры целевой аудитории неважны, то есть, хотелось бы повлиять на задеть как можно большее количество людей, какие ресурсы требуются, люди, которые умеют хорошо писать и люди, которые умеют сделать, ну, я написала сложный интернет-портал, потому что я не очень дружу с техникой, и мне кажется, что это сложный интернет-портал, я себе это вижу, что-то типа теста с историями, с возможностью посмотреть статистику, может поотвечать на какие-то вопросы, попримерить, так сказать, вот эту роль, в которой находятся близкие наркозависимых, что уже сделано. Есть много статистики, на самом деле, хотя много нам не удалось получить, но ее реально очень много, это проблемы, которые постоянно жуют, есть цифры, есть люди, есть очень большое количество контактов, которые есть у Азария с различными специалистами города, кстати, организации наши 25 лет в этом году, я думаю, немногие откажутся нам дать интервью, но естественно, есть люди, которые готовы рассказать свои истории, из них очень немногие готовы открыть лицо, но тем не менее, есть даже такие, которые готовы открыть лицо, свое настоящее имя, ну и как минимум, есть, которые просто готовы рассказать свою историю, скажем так, с измененной фамилией и отчеством, потому что, ну понятно, такая проблема очень латентная. Но ты еще раз Кто мы? Азария, матери против наркотиков. Помощь родным и близким химически зависимым. Спасибо большое. Как ГИБДД стала выкладывать более-менее подробную статистику по каждому происшествию с координатами и подробным описанием, и возникает довольно тривиальная мысль о не посмотреть, может ли сообщество людей что-нибудь из этой информации извлечь и всеми подумать, как можно на ситуацию повоздействовать. Значит, пока предварительная идея способствовать понижению аварийности на дорогах Петербурга и Ленинградской области, значит, за счет того, что смотреть на места с повышенной аварийностью и исследовать, насколько они соответствуют существующим нормативам организации безопасности дорожного движения. Ну и, соответственно, потом при необходимости при нахождении каких-то расхождений пытаться воздействовать на службы, которые на это отвечают, чтобы, соответственно, устранить проблему и снизить аварийность. Значит, в виде чего это видится? Это видится в виде сервиса, где каждый человек сможет играться, объединяя по тем или иным параметрам, выбирая те или иные условия, может получать некоторые кластеры аварийности в зависимости от собственных выборов. Ну, смотреть, например, где аварии происходят только зимой, не происходят летом. Ну и, соответственно, поскольку людей предполагается много, кто будет участвовать, каждый охватит какой-нибудь кусок ближе к своему дому. И, очевидно, это проект, требующий волонтеров, которые будут пользоваться этим сервисом, смотреть места с повышенной аварийностью, ну и, соответственно, через сервис, возможно, смотреть через Google Street View, что не в порядке, либо уже выходить на места и смотреть там, что не в порядке. Ну и в перспективе изучать влияние тех или иных факторов, какие-нибудь модели прогностические строить, чтобы смотреть, что будет меняться, насколько будет снижаться аварийность, если будем что-то менять. Ну, вот есть сходный проект, который недавно образовался, пока мы над этим работали, городские проекты, но он не носит, я насколько понимаю, волонтерский характер. Вот они борются с самым опасным перекрестком в Москве, а этот проект предлагается более широкий, более гибкий. Ну вот, собственно, все. Мне кажется, не было еще мониторинг воздуха и чат в Отвич. А, и тебя еще не было. Выходи. А, и тебя еще не было. Я просто не понимаю, куда ушел текст. Вот, да, вообще там должен был быть текст, но его почему-то нет. Хотя я сохранял. Может быть, еще раз? Очень интересно. Посмотрели еще у себя на... Короче, я так расскажу вкратце, видимо, какой-то сбой на стадии сохранения произошел. Всем здравствуйте, меня зовут Борис Конаков. Я специалист по связям с общественностью кризисного центра для женщин, института недискриминционных гендерных отношений. Мы с 92-го года оказываем помощь женщинам, пострадавшим от различных форм насилия, сексуального, психологического, физического, помощь психологическую по горячей линии, по индивидуальным консультациям, а также юридическую по уголовным делам. Что мы хотели бы предложить на Хакатоне? На Хакатоне мы хотели бы предложить происследовать, скажем так, проблему вовлеченности в проституцию в связи с грядущим чемпионатом мира по футболу 2018. Мы прогнозируем, что в преддверии крупного международного события количество предложений на рынке секс-услуг возрастет. Возрастет спрос с приездом большого количества иностранных гостей, так и, соответственно, возрастет предложение посредством рекрутинга через социальные сети, в первую очередь, это контакт, возможно, одноклассники. А также путем так называемого трафикинга, то есть привлечения девушек, женщин из других городов, более мелких, в более крупный Петербург, Москва. Вообще хотелось бы распространить проблему в самом, на самом деле, в сборе данных, потому что данных по проституции, в принципе, ну, очень мало, если мы не берем во внимание какую-нибудь там статистику МВД относительно данной проблемы в качестве правонарушений. Хотелось бы проанализировать объявления в соцсетях, вот, о каких-то массажных салонах, значит, я не знаю, там, прямые предложения в, скажем так, секс-услуг, да, какие-то подозрительные аккаунты в социальных сетях, возможно, это был бы анализ каких-то фанатских групп, пабликов городских Петербурга, анализ объявлений подозрительных групп в группах по поиску работы, анализ объявлений, там, я не знаю, квартир посуточно, мини-отелей, то есть, насколько это вообще сейчас есть, и, ну, спрогнозировать как-то, как это может в какой вообще прогрессе возрасти. Что для, кто для этого нам нужен, для этого нам нужны социологи, аналитики, вот, именно, контента по соцсетям, одна социологиня у нас же есть, Анна Камнина, возможно, к нам присоединится Лея Дагарина, куратор к инициативной феминистской группе Ребраева, ну, собственно, вот, есть я, и если есть еще специалисты по социологии, по СЕО, в том числе, мы будем рады, вот, видеть их в своей команде. Спасибо. Добрый вечер, меня зовут Бедре, я работаю в центре, Антон тут рядом. Мы помогаем людям с аутизмом, и для всех взрослых людей с инвалидностью, для их семей, очень важный вопрос, что будет с ними, когда они останутся одни без родителей, для тех, кто не может сам жить самостоятельно. Сейчас государство предлагает им только психоневрологический интернат. Аббревиатура ПНИ. И вкратце, ПНИ это очень плохое место, не будем на этом слишком останавливаться. Но альтернатива этому есть, это сопровождаемое проживание. На данный момент это только частные инициативы, в частности, наш фонд реализует эту программу. Но мы существуем на частные пожертвования, и привлекать их достаточно сложно. А тем временем ПНИ как раз-таки получает государственное финансирование, и его суть не очень понятна. То есть прозрачных, понятных данных о том, какие суммы получают ПНИ, как они расходуются, в их отчетах, на сайтах, этой информации нет. И наша идея в том, чтобы запросить эти данные, разделить их, понять, сколько тратят ПНИ на человека в год, и сравнить это с нашими суммами. Потому что если сомнение в том, что общечеловеческие сопровождаемые проживания значительно лучше, таким образом соблюдаются все права и свободы человека, в отличие от интернатов, сейчас данных о финансовой эффективности, про сопровождаемое проживание больше эффективности, чем у ПНИ, этих данных у нас нет, мы можем только предполагать. Мы отправили несколько запросов в комитеты области города, в Минздрав, получили только один внятный ответ, а так отписки от Минздрава просто полный отказ, хотя вообще-то они обязаны нам ответить. И поэтому сейчас, на этот момент наш проект, это скорее черновик, это какая-то слабая первая стадия, поскольку у нас еще мало данных, которыми мы можем пользоваться и опирировать, но помощь нам нужна в том, чтобы, собственно, далее оформлять эти запросы, получить необходимые данные и по итогу оформить. Это как некий цельный проект, показывающий как содержательную, так и финансовую выгоду соброждаемого проживания по сравнению с интернатами. Спасибо. Здравствуйте, я Аня Иванова, я из ассоциации ЕВА. У нас появилась идея создать бот-консультант по ВИЧ, которого будут звать ЕВА. Это сервис для ВИЧ-положительных людей на основе базы консультаций, которые проводят специалисты из ЕВА. Проблема. Большая трата времени на поиск достоверной информации о ВИЧ. Существует много сайтов, много форумов, где люди могут найти информацию, но порой они теряют драгоценное время на поиск. И мы надеемся, что наш чат-бот как раз мог бы помочь эту проблему победить. Проект ориентирован на людей, затронутых ВИЧ, а также специалистов и активистов в сфере ВИЧ. С помощью чат-бота пользователь сможет получать ответы на свои вопросы о ВИЧ. И если пользователь не устраивает качество ответа или в базе нет еще вопроса, который он задает, чат будет переключать его на реального равного консультанта. В результате человек сможет оперативно получить необходимую информацию. Целевая аудитория – это ВИЧ-положительный человек, у которого есть конкретный вопрос, можно ли получить инвалидность или что-то подобное, можно ли родить здорового ребенка в дискордантной паре. Человек, который не знает свой ВИЧ-статус и ищет какую-то информацию, например, после рискованного поведения или о контрацепции. Другой представитель целевой аудитории – это равный консультант, социальный работник, активист или специалист спид-центра, в общем, профессионалы в сфере ВИЧ, которые столкнулись с определенной сложностью и хотят посоветоваться с коллегами. Какие ресурсы требуются? Нам нужен разработчик Андрей, если ты здесь. Андрей, у нас есть разработчик. Значит, нужно редактировать типовые консультации, они сейчас есть, но в не очень хорошем состоянии. Все еще нужно очистить собранную информацию баз консультаций и изменить наш подход к сбору данных в целом, потому что данных очень много, и они не все в хорошем состоянии. Что уже сделано? Ну, консультации ведутся, они фиксируются, объем довольно большой, но нам еще и работать и работать над тем, чтобы привести все это в порядок. Мы сейчас для данного проекта взяли около 700 обращений, это за последние полгода по одному из проектов. И с ними планируем работать на хакатоне, но в дальнейшем очень бы хотелось получить ценные советы по тому, как нам дальше организовывать работу с данными. Подготовлены типовые ответы популярным запросам, и в команде проекта у нас есть разработчик, есть равный консультант и есть социолог-аналитик и я. Ну, в общем-то, да, ассоциация ЕЛО. Я все успела. По-моему, только мониторинг воздуха остался. Или вы? А, уже был. Значит, наверное, все? Больше никто не хочет выступать? Значит, все. Коллеги, Лена, Юлия, вы что-нибудь добавите? Выступите. У нас есть целое проблемное поле по проблеме вовлечения женщин в секс-индустрию. Тогда два проекта будут вместе работать. Коллеги, я начитал 10 проектов, если не ошибся. Я сейчас их назову еще раз, чтобы вы... И я их тоже вспомнил. Вы, пожалуйста, те специалисты, которые еще не нашли себе команду, хотят помочь включиться, вы уже определяетесь и потом подойдете, познакомитесь. И пока я назову проекты, потом будет небольшой перерыв на знакомство и перейдем к менторской сессии. Значит, во-первых, у нас выступил Стив Кагнс. Это проект «Снежный контроль». Я понимаю, команда у вас уже в сборе. Вам нужен аналитик. Есть. Дальше была презентация Натальи и команды «Проблема детей, рожденных в исправительной системе». Вам нужны команду аналитики, разработчик и дизайнер. Дальше было два проекта от Ксении. Первый проект по школьному мониторингу. Второй проект по мониторингу пластика. Команды еще нет. Вам нужны аналитики, дизайнеры. В очередь, наверное, аналитики. Есть. Потом был Алексей, фонд гуманитарное действие, наркосцена Питера. Есть у вас в команде социолог. И нужен еще разработчик, дизайнер. Да, тот, кто работал с картами, с картированием. Потом была презентация Зинаиды, фонд Азария. Нужны, наверное, в первую очередь те, кто занимается анализом, социологи, аналитики. Нет? Нужны люди, которые хорошо пишут и умеют визуально. Дальше был проект Бориса. Борис, у вас в команде есть социолог, социологиня, насколько я понял. Дальше был проект Бориса. Спасибо. Нужен специалист или специалистка, который поможет собрать данные из сети сайтов или соцсетей. Потом был проект Анна. Анна, я думаю, это два проекта вместе, фонд Ева и фонд Позитивная Волна. Вы за два не будете работать. За два не будете работать. У вас в проекте есть социолог и есть разработчик. И кто вам нужен, напомните? Дизайнер. Есть. Я кого-то пропустил из проектов. Нет. Десять проектов. А, да, Дарья, прошу прощения. Фонд Антон тут рядом. Нужна помощь со сбором данных, которые касаются проблемы аутизма, и в том числе по работе психонерологических интернатов. Это финансовая аналитика, да? Финансовый сбор данных. Есть. Все, спасибо большое. Коллеги, теперь... Да, Лев, я прошу прощения. Лев, я вас не вижу. Лев! Лев! Мы повторяем, напоминаем проекты, которые выступали, и напомните, кто вам нужен в команду, или у вас уже полностью сформировано. Команда сформирована? Отлично. Спасибо, Лев. Скажите, специалисты, те, которые еще не присоединились ни к одной команде, но чувствуют, что у них есть какая-то экспертиза, они готовы помочь включиться. Есть такие? Поднимите руку. А вы специалисты в какой сфере, чем можете помочь? Я программист-разработчик, могу, в принципе, помочь в любой сфере, что связано с программированием. Ну, есть пару, которые меня заинтересовавшие. Хочу еще поговорить конкретно. Дамир, вы потом подойдете к этим проектам, познакомитесь, да? Хорошо, спасибо. Коллеги, теперь мы переходим к менторской сессии. Давайте я представлю менторов и экспертов. Мы пригласили специалистов, чтобы они вас проконсультировали на старте вашей работы. Давайте мы представим тех, кого мы пригласили. Но, может быть, в зале есть эксперты, которые чувствуют, что они тоже готовы, могут чем-то помочь сейчас. Вы тогда просто представитесь самостоятельно. Я вижу, в зале есть коллеги из команды 29, Николай. Добрый день всем. Я не занимаюсь аналитикой, программированием и прочим. Моя основная задача – это продвижение, медийка и, наверное, уже итоговое оформление материала. То есть, если вам хочется понять, для какой ЦА работать, как работать с соцсетями и вот все вот в этом смысле, это к нам. Ну и кроме того, видимо, если у проектов нет площадки для публикации, то в итоге несколько проектов, один или несколько, мы с радостью предоставим им свою площадку для публикации, потому что основная задача нашей команды – это, собственно, продвижение работы с открытыми источниками информации. И очень классно, что здесь люди этим всем занимаются. Так что, если что-то по этому поводу, обращайтесь ко мне. Спасибо. Я вижу коллеги из Информетра. Вячеслав. Да, коллеги, рад всех приветствовать. Я Вячеслав Романов из проектного центра Информетр. Мы занимаемся правом на доступ к информации, открытыми данными и публикуем исследования на основе открытых госданных. Поэтому, если вас заинтересует, где можно найти данные под ваш вопрос, или вам будет интересно узнать, каким образом, грубо говоря, рассказать историю на основе данных, можете обращаться к нам. Стараемся проконсультировать. Конечно, сейчас ситуация такая, что запрашивать данные времени уже нет, но определенный массив, допустим, данных судебной статистики – это то, чем мы сможем с вами поделиться. И по части наркоданных также у нас есть некоторые вещи с исследователей, которые до этого готовили подобные работы. Спасибо. Мечтар, спасибо. Виталий Васов. Да, привет. Я послушал проекты. В целом, чем бы я, наверное, мог помочь. Некоторые проекты не совсем понимают, куда им двигаться, и объективно пытаются, допустим, найти решение, которое, возможно, является не самым лучшим решением. Да, вот, например, было бы интересно поговорить по чат-бота по консультированию ВИЧ. Соответственно, я могу помочь вам докрутить вашу идею, в общем, таким образом, чтобы ее лучше донести до аудитории, чтобы она была более полезной, и чтобы, в общем, у вас появились пользователи конкретные. Ну, кроме этого, я сам с техническим бэкграундом, поэтому по вопросам, если будут вопросы по данным, я могу помочь по поиску данных, по обработке, еще что-то, по аналитике. Но мне кажется, половина проектов примерно не самая первоочередная задача. Но если будут вопросы, спрашивайте. Спасибо. Ангелина. Ангелина, до новых встреч. Да, добрый вечер, дорогие друзья. Ангелина Давыдова, я эксперт в области экологии, экологический журналист, и я думаю, что я присоединюсь к тем двум проектам в области экологии, которые были заявлены, как-то вот поработаю вместе с эксидией, с которой мы уже знакомы. Спасибо. Анна, можно? Анна Орлова, Центр развития некомической организации. Добрый вечер, коллеги. Я, наверное, самый ненужный здесь специалист, потому что ничего про технику не понимаю. Я могу немножко рассказать про то, что мы знаем, как Центр развития некоммерческих организаций, о информации, где ее искать, о разных социальных проблемах в Петербурге. Спасибо. Алексей Сидоренко, руководитель теплицы социальных технологий. Да, собственно, я на самом деле по образованию географ, социально-экономический географ, я, наверное, могу что-то, при этом небольшой специалист по современному ГИС, но какие-то такие моменты в плане формулировки проекта, выявления и объяснения каких-то чисто географических, микрогеографических вопросов, которые у вас встанут, также, ну, собственно, с форматированием наборов данных и архитектурой наборов данных, наверное, я могу помочь. Спасибо. Кто еще готов выступить в качестве консультанта? Эксперт Артем, да, конечно. Добрый вечер, меня зовут Артем Светлов, я из компании NextGIS, если кто-нибудь знает. Я вижу, что на хакатонах имеются некоторые вещи, которые всем требуются. То есть я могу рассказать, как и помочь сделать быстрые вещи, как, например, геокодирование, то есть если у вас есть список адресов, как их превратить в координаты, как сделать из этих карнатов быстро и легко и бесплатную веб-карту, чтобы поместить ее на ваш сайт, и сделать какие-нибудь на компьютере расчеты с географическими данными. То есть обращайтесь, я буду тут. Спасибо. Кто еще готов? Наталья Баранова, заместитель редактора Теплицы Санкт-Полу. Спасибо, коллеги, добрый вечер. Я журналист, и, в общем-то, все, что связано с текстами, это ко мне. Могу помочь написать фандрайзинговые истории, вообще эмоциональные истории. Я думаю, что мы точно поработаем с Азарией. И также продвижение проекта после публикации тоже могу проконсультировать. Спасибо. Спасибо. Кто-нибудь еще чувствует в себе экспертизу, готов проконсультировать. Сейчас три минуты перерыва. Пожалуйста, чай, кофе, закуски. Мы пока сорганизуем пространство, и я вас приглашу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.